По окольписти населенства у нашей области Жлобин третий город после Гомеля и Мазыра 26-го червяня до речи ее назначить свое 524-го годия, а еще Жлобин называть металлургичной стадицей Беларуси. Горячая сарца Беларуси, это так само БМЗ, от деятельности этого предприемства, это правда у значной ступени задержать ситуацию в экономике не только в нашем регионе. Правда, в связи с падением цен на металлопродукцию на рынках основных партнеров, ситуация на самом БМЗ была не самая лепшая. Але у маях гэтага года завод знов вышел на остановчую рентабельность. А при чатагу летость предприемства вышла на такие новые рынки, як Ирланды, Колумбия, Павдневая Корея. Так само в 2015-м в рамках проводимой модернизации у эксплуатации уведенный новый стан для вытворчиси сортового прокату со специальной опрацовкой. Это так званая инновационная продукция. Ранее ее доля у огольном объеме экспорта складала 21%. Теперь гэтая лечба повеличится на БМЗ у вогулей перекананы. Модернизация один из шляхов для того, как працовать эффективно и с постоянным прибытком. Мы имеем на выходе продукцию с добавленной стоимостью, которая будет востребована на рынке и иметь более дорогую цену. Сегодня мы осваиваем инновационный продукт, который предназначен для автомобилестроения. И соответственно качество нашей продукции должно быть выше и цена в том числе. Жлобинская средняя школа номер 13 у лику лидеров. По выниках леточного централизованного тестирования она вошла в список 50-ти лепших научных установок Беларуси. Сержанты и наученцев, переможцы и лаураты областных и республиканских олимпиад по учебных предметах. Вывышающая научные установы, причем не только нашей краины, что год поступает клят 95% выпускников. Не в опущенную чергу, такий выник достигается с творением профильных классов. Летость, например, физика математичного и англо-русского. Такий подыход тут лечить эффективным, тем больше, что ее надповидая. Практицы европейских ВНУ. У речи кожны дорослы подтвердить. Частка отриманных в школе ведов николи не выкористовывается, а просто некаких годов у вогули забывается. Далегат пятого Всебелорусского народного схода, наставник физики и выдатник эдукации в Беларуси Алена Ананчикова-Переканана. Миновито так можно максимально полно раскрыть сдольности наученцев. Мне бы хотелось, чтобы были изменения в учебных планах. Вот услышим, не услышим. То есть, чтобы были предметы, которые ученик выберет для изучения. А есть такие предметы, которые он может посещать либо факультативно, как это вот в Европе, например, пропагандируется. Если будет возможность выбора, тогда мы снизим нагрузку на ученика. Поэтому нужно менять учебные планы. То есть, ребенок, который выбрал физико-математический класс, русский язык будет изучать не в той мере, как базовый уровень, да? А, например, он может выбрать как факультативный курс, как это делается в Европе. Олег Синтеров, Евгений Макенко, телерадиокомпания «Гомель» Сожлобина.